И вновь с вами программа Айкюмена на волнах Фолк Радио, и мы продолжаем, дозовем это громко, цикл африканских эфиров с Павлом Африкандой про музыку Сенегала, Дакаре и окрестностей. А если вы помните, наш предыдущий эфир был посвящен краткому вводному моменту, так сказать, рассказывающему о том, куда и как Павел попал, соответственно, в Африке, и про одну из центральных фигур африканской, в частности, сенегальской музыки, Ильсидура, который во многом символизирует для остального мира, в частности, Питера Геббрилла и Павла Саймы, Сенегал как таковой музыкальный, музыканта, композитора, политического деятеля и т.д. и т.п. Сейчас, пожалуй, мы, так сказать, в качестве переходного момента поставим еще один трек, наверное, с его альбома, который получил Гремми, альбома Египта, и продолжим наш рассказ. Я и Павел будем рады вам сегодня продолжить рассказывать, точнее, скорее, Павел, при моем скромном счастье, рассказывать про музыку Сенегала. Здравствуйте! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Африка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Итак, сейчас я расскажу про Амара Мпенни. Критики в музыкальном мире говорят, что Амар Мпенни — это альтер-эго и сундура, то есть два этих человека своим творчеством, а главное соперничеством, помогали друг другу в творчестве, потому что шли бок о бок и были по разные стороны баррикад. А в чем вот эта полярность? То есть если один из них Муслим Магомаев и Кобзон, то второй? — Наверное, Юрий Шевчук. — Ага, я понял, то есть он нон-конформист, да? Не спровергатель основ, да? Революционер. — Амар Мпенни отказался от классического стиля воспевания, такого духовного пения, и в его текстах много социальных тем, в его текстах много любовной лирики, что для Сенегала было, в общем-то, новым. Мало того, это человек, который ввел в классический сенегальский оркестр клавишные фанковые, блюзовые звучания. Это человек, который занимался прогрессив-роком. Понимаете, что в центре Африки это было, в общем-то, нечто. — Ему было одиноко поначалу, наверное. — Сначала его не понимали, сначала не понимали, и многие осуждали, тем более, что отказавшись от классических канонов африканской музыки, он, в общем-то, вышел в новое для себя экспериментальное поле, абсолютно отличное от конъюнктуры африканской жизни. Ну так вот, Амар Мпенни родился в 1956 году. Вот. И родился он также в бедном пригороде Дакара, в бедной семье в районе Деркли. Его карьера началась в 1975 году. — А у него в предках кто были? Гриоты тоже? Или не установлены документарии? — Об этом историю умалчивает. Известно, что он пришел в 1975 году в группу Супер Диамона. — О ней мы рассказывали в первом эфире программы «Ай Кюмена» «С радостью подхватываю я» эфире. В этой группе играл Уизмайл Ло. Чуть позже кастролируя с ней по всем окрестностям Сенегала и набираясь у них уму разума. — Да. Так вот, группа Супер Диамона возникла, когда в группу вошли, то есть пришли музыканты из первой группы, Амаром Пенни из его такой юношеской группы Кат, из группы Tropical Jazz de Dakar, малоизвестной в то время, но перспективной группы, и мультиминструменталист Исмайл Ло. — Ха-ха! То есть, как это у нас получается, пересечение эфиров, а что они примерно тогда играли? Я тогда, когда делал этот эфир, не ставил себе целью иллюстрировать, что же играл Исмайл Ло тогда, а примерно какой-то стиль был тогда. — Для критиков это было абсолютно непонятно, и никто не мог его втолкнуть в какие-то рамки. — А можем что-нибудь проебестрировать на эту тему? — Да, конечно. — Малолит, 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 публике ходила в другой район, в другой квартал Дакара. Это были последователи фьюжена, последователи новой музыки, естественно, во главе с Амаром Пэйн. А в чем заключалось их противостояние? Они спорили только в рамках музыки? Или, не знаю, встречались в диспутах? Или, не знаю, как Монтеки и Капулетти, там нельзя было жениться? Да что, они же из фьюжонистов, они же нашу традицию позорят. Как они противостояли друг другу? Ну, они, конечно, противостояли, но при этом оставались друзьями. Ну, как Роллинги и Битлз, да, при этом, будучи, понимая, что они в одной казине, да? Мало того, они еще известны, что они проводили футбольные матчи. Ага! Команда Старко и Сенегала! Именно так. Да, так вот дружно проводили. Если мы не понимаем, чья музыка круче, то давай побьем пенальти. Там определиться. Я уважаю этих людей, у них правильный взгляд на жизнь. А они играют, как бы, опять же, извиняюсь за вопрос, они играют босиком или в бутсах? Нет, конечно, как и здесь, в Европе все играют. Ну, скажем, на Капабане играют, да, в основном босиком, за счет того, что на песке нога становится по-другому, они свою технику обретают, да? Там все нормально, там европейская... Все нормально, тренеры, рефери, свистки, ворота, все по-настоящему. Футбольный болячек во мне был задавлен футбольный радиоведущим. Вернемся к музыке. Если брать хронологически, мы остановились на Даймона, да? Что было дальше после 70-х годов и их, так сказать, развития? Куда дальше длинулся пена? Я лучше расскажу о собственных впечатлениях, которые я получил на концерте Амара. Дело в том, что концерт происходит... Он не министр, он регулярнее, да, выступает? Нет, это профессиональный артист, который путешествует и по миру, и по своей стране. Мало того, он еще является, как он себя называет, тренером многих молодых команд. То есть у него широко развитая продюсерская деятельность, через команду прошло очень много молодых музыкантов. А у него какая-то школа? Или он просто приглашается в сессионный мир? Нет, у него есть своя студия, куда приходят музыканты сессионные, а потом, как он говорит, выходят большими артистами. То есть побывав в атмосфере профессиональности, профессионализма и вот такого высокого уровня, люди выходят в большой сессионный мир. А он, как мы в предыдущем эфире, именали имена Пола Саймона, соответственно, Питера Гэбриэла, он какие-то коллаборационистские, так сказать, объединяющие вещи делал в своей жизни? Были ли у него, так скажем, совместные опыты с кем-то из и европейской, и американской музыкальной традиции? Он сразу занялся продюсерской работой. И в 1998 году, после получения американской премии как лучший африканский певец и исполнитель, он открывает свой фестиваль в Канаде. В Канаде? В Канаде, да, который называется Night's Day Freak. В этом фестивале в разное время приняли участие многие африканские исполнители. Он вытаскивает с родины людей, привозит их на канадщину, и там, соответственно, демонстрирует удивленным канадцам, что под нашу музыку вы можете сделать вот так. Мало того, не только с родины. Он привез на этот фестиваль исполнителей из Конго, из Марокко, из Зимбабве. Вот, допустим, из Конго он привез известный критив Каноно. Вот, а из Франции он привез Хинди Захра. Это очень интересный человек марокканского происхождения. Из Зимбабве вместе с ним выступал в программе Оливер Мтукудзи, не менее известный человек и звезда африканской музыки. Я понял. То есть он, скорее, обратное направление замыслил, да? То есть он не Африку представлял внешнему миру, как это, через себя, а вытаскивал, соответственно, молодые и не очень дарования, да, чтобы показать их живьем, да, и представить все многообразие, да? То есть он как бы-то продюсерски, скорее, двигался, да? Именно, именно так. Окей, вернемся тогда к собственным впечатлениям о концерте. Я все-таки на эту тему хотел бы еще пообщаться, поскольку у нас, так сказать, за экватор мы уже переварили. Что, какие остались впечатления от концерта? Ну вот, человек, которого было сложно сначала увидеть. То есть когда на сцене стоит его коллектив, можно сначала даже не понять, что это Амаром Пень. Потому что выходит некто в спортивном костюме, в тапочках, в бейсболке. Возможно, работник сцены. Вот. И когда вдруг, неожиданно, этот человек выходит на центр и начинает петь, это всех жутко удивляет. Как мне рассказал мой друг, раз нама, сказал, что ничего, он живет тут в соседнем доме, просто вот он услышал концерт, фестиваль, ему позвонили, сказали, что пора выступать. Вот видите, как цеховость-то удобна, квартальность, да, и выступление очень удобно, да, там, если яичница не подгорает, можно оставить все на кухне и прийти выступить. Ну, несмотря на это, несмотря на спортивные костюмы и тапочки, человек глубокой психологической направленности. Давайте еще иллюстрации поставим, а потом вернемся к теме, соответственно, Пенны, как... Хорошо, давайте. А антагонисты не только. Давайте. Музыка 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 Амар Мпенни часто повторяет в своих интервью, что его главный девиз — это ускорение и открытость. И говорит, что это не его слова, это слова Сингора. Если вы знаете, что Сенегалу очень повезло. В этой стране с 50-го года долгое время у власти находился поэт, драматург и гуманист в качестве президента. Это человек, который заложил в Сенегале такие дисциплины, как академический театр. То есть вы можете сходить в Дакаре на Чеховскую чеку. Мы, кажется, вышли на первую причину того, что Сенегал — самая музыкальная нация. Просто у него был президент адекватный. Да, именно так. Так, и... Извините, что прервал, да. Да-да-да. Вот, итак, близость к корням и открытость к свежему воздуху — это главные слова, которые он несет как девиз в своем творчестве. Сложное сочетание. Вот, как бы еще и рецептик, как бы с корнями и свежим воздухом засчитаться, да, и всем традиционалистам раздать. Но пока видится мне какая-то... Вот, каждый по-своему понимает, да, что такое свежий воздух, да. Там для кого-то Иван Купал — это новодел, а для кого-то непонятные вообще балалайки и скомарошество. Ну, вот, тут каждого свои, конечно, рецепты. Может быть, немножко давайте еще пару слов про... Вообще, про музыку в целом сенегальскую, про какие-то особенности, про звучание, про подходы, ну, и про собственные впечатления, поскольку это наиболее ценное, наверное, с точки зрения практикующего любителей нового фанта. Помимо того, что в Сенегале есть традициональный стиль — это балах, существует еще много коллективов, которые работают в направлении сальса. Это Балбаб Оркестра, многим известный коллектив, который приезжал в Москву несколько лет назад. Я отлично присутствовал на концерте. Если у нас получится в следующих эфирах, я бы с удовольствием рассказывал и про этот коллектив. Why not? Давайте попробуем. Потому что это, в общем-то, такие отцы, это базовый коллектив. Плюс еще масса реги направлений, потому что... Такие популярны, да? Конечно, конечно. Это одно из таких масс... Мало того, там есть телевизионный канал, где вы трелисник видите, как заставку... А как это сочетается, ну, некое ростофарианство с мусульманством? Напрямую. То есть они как бы не видят в этом никаких противоречий, да? Ну, дело в том, что уже в течение 15 лет или более того, в Африке существует такая религиозная секта, как Байфал Серафал. Главный лидер этой секты проповедует несколько главных постулатов быстрого продвижения. Это медитация, буддийская, мусульманская молитва, ростофарианство как норма жизни и искусство. То есть такой экуменизм в полный рост. Ну, оптимизация процесса, да. Хорошо, давайте еще какую-нибудь иллюстрацию послушаем, что это будет для, так сказать, иллюстрации, может быть, снегальского звука, да, там, или... Сейчас я вам с удовольствием представлю композицию суперскоростного гитариста, который пришел на замену Исмаилу Ло, Мамаду Марги. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Отмеченным богом И поэтому, если вы являетесь Профессиональным музыкантом Записав один альбом Вы получаете документ О том, что вы артист По этой книжечке синего цвета Вы можете прийти на любое мероприятие На любой концерт Со своим другом И посетить его бесплатно Если вы записываете пять альбомов То вам положена пенсия Представляете, да? То есть стоит поехать и записать Пять альбомов в Сенегале Чтобы иметь пенсию И удивительно Какое отношение к старикам То есть тем людям Которые являются уже, так скажем Выходят Акса Акала Акса Акала, да Они не выходят в тираж В нашем, в общем, принятом Да, понимании Вот старый музыкант Кто-то забыл Он там где-то там находится Нет, такого нет Дело в том, что в Африке Понедельник и вторник А вот именно в Сенегале Это ветеранские дни Да В смысле на сцене На сцене ветеранские дни То есть все знают Что будут выступать старички Это второй состав Баба-баб оркестры Это артисты, которые работали с Юсундуром Государство так положило Что они Независимо от того Будет публика на концерте Или не будет Они все равно получают Свою зарплату И получают возможность Выступать на сцене Я присутствовал На одном из таких концертов И я думаю, что... Нет ощущения богадельни? Нет Тогда здорово Тогда здорово Нет, это очень интересно смотреть Когда вокалисты сидят на стульчиках И видно, что им уже далеко за 70 Они во время исполнения своих песен Во время своих партий встают Поют, потом присаживаются Отдыхают Басист, который сидит в углу Прислушиваясь к своему бас-комбику Я с удовольствием Причем проиллюстрирую Это следующая композиция cosa ждит? Короче, это Новая песня Ну а мое Один Или ruck Uh ш Я И irrit dive сл От ф поз тер ты сб Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 До новых встреч в эфире. Слушаем. 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 Слушаем.